Основные темы этого выпуска. По последним данным в мире COVID-19 заражены уже 24 миллиона 800 тысяч человек. Свыше 838 тысяч скончались. В США вакцина от коронавируса может быть одобрена до завершения третьей фазы клинических испытаний. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Стрельба в Чикагском кафе. А теперь подробнее. За прошедшие сутки в США зарегистрировано 47 153 случая заражения и 961 летальный исход. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены более 6 миллионов случаев COVID-19, зафиксировано свыше 185 тысяч смертельных случаев. Из больниц были выписаны более 2 миллионов пациентов. В Бразилии число летальных исходов вследствие COVID-19 приблизилось к 121 тысяче. За прошедшие сутки здесь зарегистрировано 16 158 случаев заражения и 366 смертельных случаев. Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 3 миллиона 862 тысячи 311 случаев заражения. Из больниц были выписаны свыше 3 миллионов человек. В Мексике за прошедшие сутки зарегистрировано 5824 случая заражения и 552 летальных исхода. Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 585 тысяч 738 случаев COVID-19, зафиксировано 63 146 смертельных случаев. По состоянию на сегодняшний день еще 83 357 человек ожидают результаты лабораторного анализа. В Индии за минувшие сутки выявлено более 78 700 случаев заражения. Это наихудший показатель суточного прироста в стране с начала пандемии. Общее число подтвержденных случаев заражения в Индии составляет 3 миллиона 542 тысячи 733. При этом, как отмечает Министерство здравоохранения, число выздоровевших достигло 76 061% от общего числа заболевших и превысило 2 миллиона 710 тысяч. По состоянию на сегодняшний день в стране вследствие COVID-19 зафиксировано свыше 63 400 летальных исходов. В Китае за прошедшие сутки выявлено 17 возных случаев заражения и 19 бессимптомных носителей. Из больниц были выписаны 24 пациента. Всего с момента начала эпидемии в материковом Китае подтверждены 85 048 случаев COVID-19, зафиксировано 4634 летальных исхода. Из больниц в общей сложности были выписаны порядка 80 177 человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже 24 миллиона 800 тысяч человек. Свыше 838 тысяч скончались. Руфшан Ильясов, Сибиси. Глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан заявил в интервью Financial Times, что вакцина от коронавируса может быть одобрена до завершения третьей фазы клинических испытаний. В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Стивен Хан отметил, что ведомство может выдать экстренное разрешение для применения вакцины определенными группами населения. По его словам, это станет безопасным способом сделать вакцину доступной для населения до окончания испытаний. «Наше экстренное разрешение неравноценно широкому одобрению. Законодательный, медицинский и научный стандарт для этого выгода перевешивает риски в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», – также заявил Стивен Хан. Глава управления добавил, что такое решение не будет политическим. Китай стал первым кинорынком в мире, где полностью возобновилась работа кинотеатров и растут кассовые сборы. Об этом говорится в отчете, опубликованном британской аналитической фирмой «Гоуэр-стрит». По состоянию на вечер 27 августа китайские кинотеатры по всей стране собрали в прокате в общей сложности более 5 миллиардов юаней, что составляет около 728 миллионов долларов США. В день праздника ЦИСИ 25 августа китайского аналога «Дня всех влюбленных» кассовые сборы достигли практически прошлогоднего уровня, составив более 500 миллионов юаней, что составляет около 73 миллионов долларов США. И это при действующем ограничении на посещаемость зрителей в кинозалах на уровне 50% от общей вместимости. В этом году мировая киноиндустрия сильно пострадала от эпидемии. Согласно отчету американского издания «Wariety», мировые кассовые сборы в 2020 году достигли всего 6,88 миллиарда долларов, что составляет лишь порядка четверти от среднегодового трёхлетнего показателя в 27,2 миллиарда долларов США. Руфшан Ильясов, CBC. Число жертв обрушения ресторанов провинции Шаньси на севере Китая возросло до 29 человек. Инцидент произошёл 29 августа, в тот момент, когда гости и родственники готовились праздновать 80-летие одного из местных жителей. В результате обрушения банкетного зала погибли 29 человек, из них 21 – это женщины. Всего из-под завалов были извлечены 57 человек, 7 из которых получили серьёзные ранения. В настоящее время власти проводят расследование причин произошедшего. Ход расследования взял под контроль рабочий комитет безопасности Госсовета КНР. В провинции Шаньси проводятся проверки и других общественных зданий. Руфшан Ильясов, CBC. В американском Чикаго неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Инцидент произошёл возле кафе «Люмс Панкейк Хаус». Пострадавшие посетители находились на летней площадке под навесом. Неизвестный на внедорожнике белого цвета подъехал к кафе и открыл огонь. По данным полицейского управления Чикаго погибший мужчина был предполагаемой целью стрельбы. Пожарная служба Чикаго подтвердила, что три человека были доставлены в медицинский центр Advocate Christ в тяжёлом или критическом состоянии. Сообщается, что состояние одного пострадавшего оценивается от умеренного до тяжёлого, и он был доставлен в больницу Mary Hospital в Evergreen Park. Ещё один раненый находится в удовлетворительном состоянии.